а здрасьте всем друзья привет уреньки начинаем новую карьеру новый сейф и возвращаемся на карту от родная долина в принципе уже было прохождение по этой карте но она оказалась незаконченным не помню почему короче не хотелось мне тогда в это играть потом я захотел в это играть но играл без записи и делал какие-то обзоры мол 50 часов 100 часов 200 часов на карте в общем то как то вот так вот это все было а сейчас в общем-то поиграем опять и опять таки мы начинаем на центре острова на этом сейве не построены мосты у меня поэтому работы нам предстоит много я сразу же отвечу на вопрос почему не 22 ферма 22 ферма это отвратительный кусок дерьма лично по моему мнению там очень много классных фишек но вот основа сезонов и рост растений смена циклов вот это вот раз в сутки меня калит я в общем-то в это играть не хочу потому что когда ты что-нибудь посадил и тебе надо ждать 6 игровых дней чтобы это что-то твое созрело тебе реально нихер делать это превращается в симулятор перемотки времени мне короче не нравится поэтому будем играть в 19 ферма вот что-то у меня появилось настроение не знаю как надолго меня хватит но посмотрим так вот значится что нам друзья надо сделать в первую очередь в первую очередь нам нужно позаботиться о том чтобы мы могли работать на полях для этого нам надо начать производить семена удобрения известь если она здесь производится если не производится то будем покупать а также обзавестись техникой а хочется начать именно с этого также друзья на этой карте нет заправок поэтому топливо надо производить самому у нас есть два поля 44 45 на одном растет конопля на другом растет кофе урожай созрел и можно в общем-то запустить запускать уборку кофе кстати очень много и конопли тоже тут повышенная урожайности довольно специфические культуры их довольно выгодно выращивать у нас вроде как даже из стартовой техники есть комбайн до россельмаша в общем то можно пойти его поставить в работу прицепляем жатку и выгоняем его на поле уборка будет идти очень долго потому что все что у нас есть это вот такой маленький прицепчик соответственно ездить он будет долго забиваться этот прицеп забиваться бункер комбайна будет очень быстро господи какой же ты быстрый а короче с горем пополам я добрался до этого поля и сразу же настроим курс плечик вот это вот мы вырубаем а переход между техникой на херме не худо автоматический ремонт разумеется на 70 процентах и вроде как все самый простецкий маршрут ему генерируем туда-сюда обратно и со стартовой точки этого товарища запускаем а также нам надо поставить чтобы он работал на поле номер это у нас поле номер 45 посмотрите как быстро забивается бункер вот на самом деле я не знаю это еще поле удобрено неудобрено что у нас тут со вспашкой можно в принципе ты посмотреть а поле нормально удобрено не вспашки не извести ничего не надо но в любом случае бункер забивается очень быстро уже 50 процентов пока мы тут разгоночи бункер маленький короче уборка прям очень надолго нам надо найти где нибудь трактор я нашел трактор я увидел я думаю вот этот трактор вполне себе может нормально работать так только на сначала дверь открыть вот эту а так вот вот этот трактор я думаю вполне себе может нормально работать вместе с тем пацаном чем мы вам подцепим прицеп а ешкин матрешкин то тут разбираться с этой картой придется долго во первых опустим все это дело сюда во вторых ты дружище у нас работаешь на поле номер 45 и отвозишь это все на мой элеватор короче рано или поздно он доедет через заправку через заправку да решил так пускай будет так не то чтобы он прям сильно быстро ездит но ладно значит друзья давайте пока они там убирают мы будем строить какие-то планы во первых первое что нам нужно сделать это конечно же поставить вот эту вот штуку shell топливный завод но да у меня разумеется не хватает на нее день 275 тысяч она стоит на общем то это раз во вторых нам нужно также поставить производитель удобрений и производитель семян удобрения у нас делаются из ила жидкого навоза дегистата или просто навоза и вода нужно и у нас будет появляться вот здесь надо будет эту территорию тоже купить сейчас тут есть звук дожди звук водички но на самом деле водички здесь нету когда пройдет дождик тогда и будет водичкой и потом здесь будет ил и отсюда его можно будет брать для этого надо будет купить фрезу, а чёрт, как всё сложно. А самое главное, где взять на всё это деньги. Ну ладно. Этот участок с водичкой тоже стоит 429 тысяч. Чёрт, многовато. Вот вы знаете, с одной стороны, можно взять какой-нибудь супер жирный контракт. Контракт тут есть, он 124 тысячи. Картошечку пойти пособирать. Вообще, можно пообновлять, посмотреть ещё. 64-е поле. Но, по-моему, туда нет дороги. Да, 64-е. Вот оно. Мы туда не можем попасть. Моста нет. Но просто, знаете, все карьеры у меня начинаются с контрактов. И это, в принципе, с одной стороны, правильно. Но, с другой стороны, на этой карте, на контрактах, можно тупо жить. Тут некоторые настолько жирные. Короче, ладно. Пускай вот эти ребята убирают. Потом, будешь что-нибудь интересненькое, мы встретимся. Значит, друзья, уборка длилась 5 часов. Это довольно много. Но, опять-таки, зато здесь большой урожай получился. Давай, друг, разгружайся. Этого пацана мы сейчас уберём. Также, друзья, я поставил культиватор культивировать это поле. Но, во-первых, это надолго, потому что у нас самый мощный трактор на 165 лошадей. Это фэнд. А культиватор, который у нас есть, он, во-первых, узенький на 6 метров. Во-вторых, он требует 300 лошадей. Какого хрена вообще так он столько требует? Я без понятия. Но, потом я увидел, что у нас сеялка, она вместе с культиватором. Поэтому, если мы что-то будем сеять, а я планирую сюда засеять еще раз кофе, сейчас объясню, почему. Короче, культиватором не надо будет проходиться, просто засеем и все. Также у нас поле удобрено, потому что, ну, солома все дела. Но удобрять еще надо будет. Также, друзья, я взял контрактик один, и за это время вот он как раз выполнился, может быть, минут на 10 раньше, чем закончилась уборка поля. Как-то так подгадалось. Замечательно. Здесь у нас росла кукуруза. Соответственно, контракт был на уборку кукурузы, но я все это дело отвез на элеватор. На наш. И остаток мы сейчас тоже туда отправляем. Пускай он туда едет и разгружается. Погнали смотреть, считать и развлекаться дальше. Вообще, наверное, надо сюда экранчик поставить, чтобы видеть, где чего, сколько нас. А может, давайте сразу и поставим. Начинаем сразу тратить наши деньги. Вот такую вот здоровенную херню мы сюда впендюрим. Я думаю, если он вот так вот будет стоять, это будет вполне себе и нормально выглядеть, и информативненько. Так вот, мы сюда привезли почти 200 кубов кукурузы. Надо настроить, что мы тут не будем в ближайшее время возить. Сахарный тростник. Понятно, это вот так вот щелкается. Вот, поставим сюда кофе вместо сахарного тростника. И кофе мы собрали 483 куба. Это много. А если мы посмотрим, сколько он стоит, этот самый кофе, то мы понимаем, что мы богаты. В общем-то, по тысяче с копейками можно его спокойно отдавать. И наша задача дальше получается отправить его продавать. Это у нас тоже будет не самое быстрое занятие, но мы поступим немножко хитрее. У нас есть еще один арендованный трактор, вон тот на 45 кубов. Сейчас я отправлю его помогать этому товарищу. Единственное, только надо посмотреть, на этом ли острове находятся у нас точки сбыта. А сюда даже метку нельзя поставить. Я даже не буду тогда искать ради этих копеек. Порт Фиджеральд находится у нас не так далеко от базы. Это замечательно. Селпоинтс Порт Фиджеральд. Вот. И возить ты будешь туда кофе. Продаем вообще весь, что есть у нас на складе. Отправляем этого товарища туда. И вот этого вот товарища мы сейчас ему то же самое сделаем. Выгрузка, друг, у тебя будет на Порт Фиджеральд. И возить ты туда будешь кофе. Где у нас кофе? Вот у нас кофе. Стой. Надо сначала разгрузиться. Все, теперь едь вози. У вас двоих все получится. Я в вас верю, вы отличная команда. 483 куба. Значит, у нас будет примерно 483 тысячи на балансе еще. А это значит, что мы можем поставить завод по производству семян и удобрений. Да, нам надо вроде как еще и вот эту вот дизельную херню поставить по производству дизеля. Но, во-первых, в нашу территорию его никуда не всунешь. Здесь он довольно-таки большой. Надо купить вот эту вот территорию, а она стоит еще 600 тысяч. Это раз. Во-вторых, я совсем забыл, что на старте карты у нас вот тут стоит, во-первых, машинка, которую надо продать. А во-вторых, вот такой вот прицеп с топливом. И он полный. Там вроде как два куба топлива еще есть. Поэтому на первое время нам этого хватит. Интересно, а здесь можно воду заправлять, нет? Еще, кстати, насчет удобрений. Я посмотрел прогноз погоды и ближайшие семь дней, на которые можно посмотреть этот прогноз погоды, у нас не ожидается дождя и, соответственно, ила у нас не будет. Насколько я понимаю, пока не пойдет дождь, он у нас нигде не появится. Возички здесь нет. В теории, вообще, наверное, можно нарулить воды где-то в другом месте. То есть сюда можно будет это все дело выгружать в воду тоже. Только хороший вопрос, где можно здесь нарулить воды. Потому что у меня всегда это было основным источником воды. Как бы здесь есть вода, но вы понимаете, что здесь где-то бочку свешивать? Такое себе. Если на соседнем острове вот здесь в лесу, понятно, здесь тоже все еще засохшее. В горах вот этот озерцо тоже высохшее. Все водоемы высохшие. Здесь спуститься к реке вообще нет возможности. Короче, честным методом, я так понимаю, воды не нарулить. Это на самом деле довольно-таки грустно. Около магазина, наверное, можно нарулить воду. Есть у меня такое подозрение, потому что здесь, да, съезд идет вот такой. В случае чего можно воды нарулить здесь. Но опять-таки, ингредиентов блин. Короче, сложный выбор на самом деле. Сложный. Да и возить придется, я так понимаю, вручную, по крайней мере, наполняться. Выгрузка, может быть, через автодрайв и пройдет. Но ладно. Как бы есть вариант поставить заводы и ингредиенты, ресурсы. Просто закупить. Но мне не очень хочется так делать, потому что это не по фэншую. Также требуется вода. Такое себе. Ладно. Давайте пока найдем место, куда это поставить. Мне кажется, вот это вот идеальное место будет. Такое надо развернуть. А вот здесь, а? Как вам местечко для первого предприятия? Как по мне, так пойдет. Это раз. А что мы поставили? Мы поставили производитель удобрений, да? Да. Производитель удобрений. Вообще полностью его забить будет стоить. Это не полностью его забить. Ладно. Но пока, значит, будешь просто стоять. Производитель семян нужно тоже поставить. Поставим его рядом. Мне кажется, идеальное место. Черт, я не ту кнопку нажал. Ладно, ничего страшного. А вот здесь бздынь и пойдет. Вот. Первое у нас уже, в общем-то, есть. Замечательно. Сюда нужно будет привозить зерно и удобрения. И у нас на выходе будут семена. А значит, надо нарулить зерно. Зерно можно нарулить с контрактом. Правильно? Правильно. Канола. Канола нам пойдет. Тут как раз небольшое поле. Или взять вообще маленькое поле. Сорга нас тоже устраивает, насколько я понимаю. Черт, я не посмотрел. Точнее, посмотрел, но не запомнил. Что нам надо? А там, кстати, продался кофе. 50 тысяч плюс. Отлично. Пшеница, ячмень, овес, рожь, сорга, просо, рис. Но вот сорга нас устраивает, да? Есть большое 67-ое поле, но 67-ое, по-моему, находится не на нашем острове. А нам доступно только до 63-го поля, да? Да, 67-ое. Вот оно. Ну вот 15-ое. Но тут урожая будет не сильно много. Я даже не знаю, хватит ли, чтобы произвести семян, чтобы засеять все наше поле. 29-ое поле рожь. Там тоже, видимо, не сильно много будет. Но это нас тоже устраивает. И просо тоже нас устраивает. Но вот, видимо, вот эти вот три контракта на супер маленькие поля мы и берем. Потому что других вариантов нет. Можно даже будет поехать на своей технике их сделать. Но все равно у нас большой вопрос с илом. Кстати, насчет удобрений. Удобрения ж можно купить в магазине. Это тоже не проблема. Это раз. А во-вторых, у нас на старте в технике, по-моему, удобрелка-то загружена удобрениями. Как бы нам это посмотреть? Надо как-то прыгнуть. Из меня херово прыгун. Да, у нас удобрелка заполнена удобрениями. Там 14 кубов. Их отсюда можно выгрузить и чуть-чуть, в общем-то, семян будут сделать. Отличный план. А тут поле не сильно большое. Семян нужно будет не очень много. Но, видимо, друзья, на первый урожай посадим какую-нибудь пшеничку или что-нибудь в этом духе. И этот урожай у нас пойдет на производство семян. Ладно, пускай катаются-продают. Будем смотреть, что будем дальше делать. Берем вот эти вот контракты. На своей технике даже поедем. А три контракта у нас получается всего взять. В общем-то, по-быстрому их делаем и смотрим, что будет дальше. Да. И знаете, друзья, рожь на этой карте оказалась тоже очень урожайной культурой. Знал бы заранее, немножко по-другому бы. Все, конечно, обыграл, но да ладно. Значит, задружище, ты едь разгружай рожь. Комбайн у нас закончил работу. Два поля из трех я вот успел сделать контракты. И третье мы делать, в общем-то, и не будем, потому что смысла в этом никакого нет. У нас очень много ржи получилось и в остатке на семена нам точно хватит. Ты, дружище, давай есть. Не удалось найти заправочную станцию. Я понимаю, что не удалось. 43 литра топлива всего осталось. Значит, автозаправку мы временно отключаем. Хотя, может, и не временно. Здесь вроде как автодрайв сам не будет ездить заправляться. Но это ладно. Значит, что за это время еще произошло? Во-первых, мы продали весь кофе и у нас теперь на балансе 60, точнее 603 тысячи денег. Это замечательно. Сейчас их станет чуть больше, потому что мы еще примем контракты. Давайте вернемся на базу. Хотя на экране, на табло сейчас, наверное, ничего видно не будет. Значит, с кукурузу по контракту мы тоже отвезли. Осталось 54 куба. Этого на топливо ближайшее хватит вообще за глаза. Также, друзья, была собрана рожь. Вот с того маленького поля получилось 104 куба. Плюс еще около 10 сейчас ездит сюда. Трактор два раза, который по 47 кубов съездит, отвезет. Дальше будем смотреть, что да как. И также у нас еще сорга здесь есть. 36 кубов. Примерно такое же поле по размеру было. Может быть, даже чуть больше. Короче говоря, рожь, культура очень урожайная. И я, в общем-то, принял решение, что мы на наше поле посадим именно рожь. Вот на это. Также, друзья, я вспомнил, что раз у нас в удобрялке есть удобрение, то и в сеялке, соответственно, есть семена. 3100 литров. Во-первых, поставим рожь. А во-вторых, включим калькулятор материалов расходных. Значит, смотрите, пшеницей нужно было бы 3921 литр, а рожь 4705. И ржи будет намного больше. Поэтому логичнее, конечно же, посеять именно рожь. Что я, собственно, и решил сделать. Генерируем сразу же маршрут. И надо отвезти этого пацана, поставить в работу. Со стартовой точки ее запускаем. Пускай, в общем-то, сеет. Когда закончатся семена, я надеюсь, к тому времени мы уже запустим нашу вот эту вот штуку. Хотя, конечно, может и не запустим. Посмотрим. Но, в общем, в любом случае, нам еще есть чем заниматься. Так, с этот товарищ у нас рожь грузит отвезти по контракту. В общем-то, да, пускай грузит. У нас есть еще один трактор. Погнали, сделаем манипуляции с удобрялкой. Нужно подсоединить этот трактор к удобрялке и выгрузить из нее немного удобрений. Да, кому-то, конечно, мое решение может показаться странным так сделать. Но, знаете ли, давайте, в общем-то, по фэншую все. Такс, где наш вот этот трактор? Меня интересует. Ты. Поехали, загрузим в тебя вот эти самые удобрения. И хороший вопрос, куда высыпать эти самые удобрения? Ну, где-то здесь, конечно, логично. Нет, не здесь. Может быть, здесь. Это вообще у нас производство семян или удобрений? Это производство семян. Все правильно. Ага, ближе надо было подъехать. Я понял. Высыпаем это дело сюда. И трактор пока что этот отставляем в сторону. Это у нас есть. Ждем тогда, пока вот этот товарищ у нас съездит, отвезет рожь по контракту. Чтобы мы точно знали, сколько у нас ее лишней останется. А там уже, в общем-то, будет видно. Пока он ездит, кстати, можно съездить заправить наш комбайн. Вот так вот за один день. Сколько? Три поля мы убрали, и баг закончился. Но ездишь ты, конечно, не то чтобы прям сильно быстро. Надо, друзья, собирать деньги на технику. Благо, технику можно как-то более-менее не постоянно, а постепенно обновлять. Начнем именно с комбайна. Такс, дверцы открываются. Я надеюсь, там как-нибудь триггер словится, чтобы не выгонять этот самый прицеп. 41% доставка. Это не такая плохая цифра. Да, понятно, ничего подобного. Рецепт надо выгонять. Ладно, у нас для этого есть пикап. Кстати, пикап я собирался продать. Он нам не нужен. Вообще не нужен. Я никогда не пользуюсь этими вот машинками, поэтому мы его тоже продадим сейчас. Выгоним, друзья, давайте вот эту вот штуку и поставим ее, например, вот сюда, куда-нибудь, чтобы в любой технике можно было нормально подъехать. Давайте с другой стороны дом поставим. Вот здесь на входе отличное место просто. Вот будет наша такая импровизированная заправочка. А тебя, друг, мы тогда еще отправим в магазин, чтобы продать подороже. Вон магазин продажа. Давай едь туда. Ты вроде как должен без проблем туда доехать. А мы садимся в комбайн и едем его заправлять. Глушим двигатель, заправляем. Правда не знаю, зачем надо было глушить двигатель, но ладно. И все, 300 литров есть, все есть, все прекрасно. И в цистерне еще остался топляк. Какое-то время мы, конечно, можем без проблем прожить на этих трех кубах, но если мы обновим технику, она будет больше топлива жрать. Это логично, там больше мощей. А что там вот за рожь такая медленно уходящая? А, семена. Все, я понял. В инспекторе подумал, что вроде как трактор повез рожь и очень медленно ее выгружает. В инспекторе просто это семена. Все нормально. Отставить панику. Тем временем, кстати, приехал пикапчик, да. Сейчас мы его продадим. Давайте посмотрим, сколько он стоит так через меню. Если его продавать, 34 тысячи. Вообще ни о чем, да? А так вот 41. Ну, разница все-таки копейки, конечно, но есть. А с учетом того, что нам несложно было это сделать, нажать на кнопочку, чтобы он сам туда доехал, гнать его туда не пришлось. Поэтому, в общем-то, это имело смысл. Мне даже еще удобрениями надо будет посыпать это поле. Просто одного куба удобрений, которые мы сюда высыпали. Это, конечно, даст нам возможность сделать семена, чтобы засеять поле, но удобрения все равно придется где-то брать. И да, я знаю, что их можно купить. И в магазине, в поддонах их можно купить. И на производство можно просто закупить удобрений. И даже вот такие штуки можно поставить без проблем для пополнения семян удобрений. Но, знаете, хочется сделать не так. Ну ладно, вопрос с Илом будем решать. Попробую потом за кадром на каком-нибудь тестовом сейве просто залить здесь все водой и посмотреть, что будет. Появится ли здесь Ил со временем. Подъезжаем, выгружаем рожь. Второй прицеп. На базе еще осталось 18 кубов, если что. И есть у меня подозрение, что то, что мы сейчас выгрузим, этого не хватит на производство контракта. Нет, хватило, смотрите-ка. Отлично. Знаете, высыпаем оставшиеся. 18 кубов, которые лежат на складе, этого хватит за глаза. Также, друзья, у нас есть еще один контракт на 40-ку на порт Фиджеральд. Там 37 кубов. Пускай все везет. Излишки пускай продаются. Смысла их держать вообще нет. Так что, друг мой, давай поехал. Мы возвращаемся на базу вот к этому трактору. Вся тарошь, которая у нас лежит на базе, это наша. Ее везти никуда не обязательно, поэтому давайте ее сразу же запустим в наш этот протравитель семян. Загрузим ее всю сразу. Высыпаем эту самую рожь, и производство у нас запущено. Теперь хороший вопрос, какой скоростью ты работаешь. 5 кубов в час. Нормально, пойдет. Значит, оставшуюся давайте тоже сюда высыпем. Ну вот и отлично. 18 кубов у нас загружено в наш протравитель. Надеюсь, что удобрений здесь не сильно много расходуется, потому что их сейчас конкретно не хватает. Ну а пропорцию, конечно, мы не можем посмотреть. Удобрения необходимы. А сколько их необходимо, никто не знает. Но сейлки, я так понимаю, примерно 1800 литров надо будет еще сверху, чтобы засеять поле до конца. Вообще, если сравнить цены на семена и удобрения, а семена, где семена? Нету, да? На удобрения есть цена. 1800 за куб. На семена, друзья, хоть убейте, не вижу, но да ладно. Мы можем посмотреть здесь. Короче говоря, семена стоят в два раза дешевле, чем удобрения. Соответственно, если так вот отталкиваться чисто от цены, то как минимум один к двум должно быть удобрение с зерном. Или один к одному. Правильно. Что это за кнопочка? Ее можно нажать? Ее, видимо, нельзя нажать. И сюда зайти тоже нельзя. Да, пока минутка есть, расскажу немножко о планах. Пока у нас тут ничего толком не происходит. Значит, первое, что нам надо сделать, это, конечно же, все вот это вот полевое наше дело, чтобы работало. А потом, друзья, мы будем строить мосты. А для того, чтобы построить мосты, надо будет построить с десяток производств разных. Начинает от лесного хозяйства. Вот здесь половину всего надо будет поставить. Обязательно вот эти вот фабрики стройматериалов надо будет все это дело поставить. И запустить. Ну и, в общем-то, там еще что-то было. То есть, там идет такая довольно-таки большая цепочка. И, в общем-то, это наша первая такая цель будет. А пока мы тем вот этим вот будем заниматься, будем копить урожай. И следующее производство у нас уже будет какой-то урожайчик. Плюс, опять-таки, производство стоит денег. И, возможно, как раз будем выращивать потихонечку вот коноплю. Кофе может быть. Дорогие вот эти вот культуры. И, соответственно, таким образом зарабатывать все денежки на стройматериалы. Хотя и технику для этого, кстати, тоже надо будет брать обязательно. Плюс еще угольную шахту, наверное, надо будет брать, потому что лесопилка на угле работает. Короче, посмотрим. Там еще много всего у нас впереди. Давайте-ка я перехвачу управление, чтобы быстрее было. Но этот трактор вообще не едет. Еле разгоняется. Почему его дали? Хотя джонник вроде такой средний типа. 47 кубов должен катать без проблем. А тут 35 тем более везем. Может быть, сорга очень тяжелая? Хотя сомневаюсь. Но ладно. Не важно. Куда здесь все это дело выгружать? Видимо, вот справа. Жалко, что с этой техники топливо слить нельзя. Контрактный. Потому что там, во-первых, в комбайне осталось очень много. Да и в тракторе осталось немало. В общем-то, двигатель мы глушим. Все вот это дело мы высыпаем. Контракт у нас завершен. Плюс еще 3000 мы заработали на излишках. Ну и эти три контракта мы собираем. А 42 поле мы отменяем. Контракт нет смысла никакого его делать. Итого, друзья, у нас на балансе 685 тысяч. Очень даже неплохо. В следующий раз, друзья, мы соберем коноплю и продадим. И, соответственно, баланс у нас прибавится. Будем что-то думать. Если конопля такая же урожайная и такая же дорогая, как и кофе, который мы собирали, то, соответственно, баланс у нас будет за миллион. В теории. В общем-то, за кадром, друзья, у нас... У меня заканчивается посев. Я мотаю время до того, как урожай созреет. А также еще надо будет посыпать это все дело удобрениями. Я, в общем-то, это сам сделаю. На этом, друзья, у меня все. Лайкусики, комментарии, в общем-то, все как обычно. Не забывайте. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. На Бусти, если что, серии выходят раньше, чем на Ютубе. Возможно, если вы это смотрите на Ютубе, первую серию, то уже чуть ли не целый сезон на Бусти есть, если, конечно, меня на него хватит. Так что, в общем-то, да, подписывайтесь. Ну и, в общем-то, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. О, смотрите. Он потратил удобрений 17 литров и произвел из этого 800 литров семян. Это шикарно. Удобрений он просит прям совсем немного. Прекрасно.